Заметки электрика И низковольтные И слаботочные, интернет и телевидение Они все проложены наружу Первый каскад Это идет Высоковольтная сеть Видите, вот идет, допустим, улица Вот они все опоры идут Вот они Три фазы Это высоковольтная линия Напряжением, по моей информации, 35 кВ Изолирована нейтраль Три провода АБЦ Выполнена проводом Ну, похож вроде как на СИП То есть, как высоковольтный СИП Допустим, идет линия магистральная Да, это у нас вот она идет по всей улице И туда уходит дальше Например, нам нужно Сделать ответвление Для какого-то потребителя Определенных групп потребителей Вот сделан здесь на магистральной линии отвод Здесь стоят ОПН или разрядники Ну, это нелинейное сопротивление ОПН, скорее всего Далее у нас стоят предохранители Разъединитель Типа нашего ПРВТ-10 Вот, в каждой фазе Вот здесь стоит И дальше уходит уже на трансформатор 35 на 0,4 Низковольтная сеть у них Выполнена по стандартному 400 вольт И уже далее С этого трансформатора С низкой стороны Уходит вон туда Как бы опора такая Железобетонная тоже И на ней вот Есть А, Б, С И стоят предохранители Уже с трансформатора То есть трансформатор уходит На вот эти три предохранителя И дальше уже уходит на сборку В общем, вот так это все Смотрится снизу Так, низкая сторона Вот, три фазы с трансформатора Пришли на предохранители Вот они стоят И пошли его на тот счетчик В общем, вот этот трос Который идет с земли Вот он поднимается На уровень 2,5 метра где-то Дальше идет уже без трубы Вот он проходит прямо С него идет отпайка Заземление корпуса трансформатора Рядом идет отпайка на Туда, на грозозащитный трос Вот у нас пришли три фазы Это, кстати, другой счетчик С соседнего Тут, не знаю, магазина или что Но там стоит аналогичный В общем, приходит у нас вот Сочетчик у нас здесь В этом примере трехфазный Вот приходит А, Б, С и 0 Тут какая-то даже маркировка В виде изоленты есть Видимо, вот какие-то фазы Вот, третья фаза, три Видите, намотки Так же, как мы, в принципе, делаем Вторая фаза, две намотки И фаза, да, там одна намотка В принципе, все аналогично Так, по самому счетчику Так же компания Холей Трехфазный Четырехпроводный Четыре ваер Десятого года Ток 30-100 А, 50 Гц 3х220, 380 Класс 2.0 Все, в принципе Все аналогично Ну, отсюда уже идет На распределительные щитки В отель И там идет распределение Так, покажу вам еще Здесь небольшой узел тоже Например, от того тросформатора Помимо того, что питаются еще три Разных отеля Там магазины, кафе А так же уходит магистраль И идет Приходит вот сюда Ну, и дальше там Подключено много потребителей К этим сжимам Здесь идет у нас Целая стойка То есть, четыре Однофазных счетчика На одни потребители Здесь же стоит Вот трехфазный счетчик Это для какого-то Другого уже там Здания Вот у нас Однофазный счетчик Это вот Этот уже пошел у нас На потребителя И уже уходит там Куда-то То же самое Видите, везде одинаково все сделано Везде счетчики у нас Холей Здесь холей И здесь какой-то Тай Телеконтейнерс Счетчики здесь Все стоят Прямого включения Естественно С током 15-45 ампер Так, класс 2.0 Однофазный Двухпроводный 2014 года 220 вольт Так, 15-45 ампер Активный Ваттметр Здесь аналогично На удивление почему-то Но даже В Таиланде Где вообще с электроникой У них все Более-менее Тем не менее Все приборы учета Выполнены Индукционные Вот так вот Вот второе Ответвление Сделано То есть Также вот идет Магистраль С магистрали Идет Ответвление На ту сторону На ту опору Там стоит Два трансформатора Каждый трансформатор Запитан через свои Предохранители Разъединители Далее Линия уходит В ту сторону Через дорогу Там с магистрали Уходит Уже в ту сторону Суть в том Что каждый трансформатор Защищен своими Этими Предохранителями Это очень удобно Допустим Произошло у нас Короткое замыкание Вот на той линии Да На том ответвлении На каком-нибудь Вон там Трансформатор Тоже установлен Произошло короткое Этот предохранитель Отвалился И сама линия Осталась под напряжением А поврежденный потребитель То есть отключился Вполне такая Селективная И работоспособная Схема Здесь же на опоре Выполнен узел учета Стоят два счетчика Так Два однопазных счетчика Класс 2.0 Ток 5.15 А Прямовое включение 2014 года Везем в Таиланде Почему такой ток-то маленький Не пойму Такие кабели подходят Немалые А ток всего 5.15 А Так Счетчики Не опломбированные Здесь Воростом Никто не занимается Вот другой счетчик Другого производителя Холли Тоже класс 2.0 Класс точности На ток 5.15 А 2012 года Так Счетчики Забыл сказать Что сеть здесь стандартная 220 Вольт Подключение Также Здесь у них Ввод приходит На первую Вторую клемму И Отходящий Идет Третья Четвертая Кстати Встречный вопрос Что это Вот за воронки Такие На Тросах На опорах Линии электропередач Вот она Стоит Здесь На каждой На каждой Линии Вон она В общем Как бы сказали местные Это оказалась защита От ягуан И обезьян Чтобы они не залазили Там на трансформатор На провода На линии На опоры И тому подобное А вон видите Здесь Тоже стоит Вон И так далее Интересное решение У нас таких проблем В России нет К счастью Пути в горах В джунглях Тоже вот встретил Аналогичные Защитные сетки Наверху идет Високовольтная линия Здесь кстати Коронирование идет Слышно Наверное На этих изоляторах Всего нанесеточки По всем По всем По всем Опорам Увидел Своих коллег Электриков Сейчас подойду Узнаю Кто выполняет Вижу там Какая-то сборка У них стоит Автомат Розетка выведена На три Поста Еще что-то Не вижу Работаю с бамбуковой Лестницы Как вы видите Пойду посмотрю Что там Они делают Электрик Электрик Я тоже электрик В России Не говори English? No, no, no. What are you doing? О, это оптик, да? Да, это картридж. Видите, усаживают термоусаживаемую трубку, обычная газовая горелка, как у нас. Да, это связистские все кабели, ошибся немножко. Ребята говорят, что работа им очень нравится, что она достаточно хорошо оплачивается. Ну, не знаю, средняя зарплата по Таиланду составляет от 15 до 30 тысяч бат, это 30-60 тысяч. Вот еще один фрагмент работы электрика, но опять-таки они тут занимаются и слаботочкой, и силовой частью. В данном случае вот устанавливают какой-то блок. Как вы видите, тоже у них свой пикап, работают также с бамбуковых лесенок. Вот незамысловатая, обычная бамбуковая лесенка. Пока мне электрики силовые еще не попадались, попадаются только вот такие слаботочники по оптике. Оптику они паяют, у них свои блоки есть. Не успел там заснять, уже все убрали, ребята. Вот все так вот. Чужесенька, метров пять, наверное, точно. Сейчас ее на фургон, на пикап положат и вперед. На другой заказ. Все? Давай! Вот электрики работают. Опять проезжал мимо, смотрю, бамбуковая лестница на этих кучах проводах. Просто ставят на провода, залазят и тянут какой-то кабелек. Завязывают вязками. Работают втроем, двое натягивают. Один с лесенки подвязывает. Один с лесенки подвязывает. Судя по возрасту, молодой у них работает на лестнице, а постарше, двое коллег, работают внизу. Как видите, никакой спецодежды нет. В обычных кедах, шлепках идет натяжка кабеля. Черепашечка, черепашечка, посмотрим, что это муски. Обычная веревочка и какие-то кубки загнутые. Может сюда что-нибудь тянуты? Да. Вот опять наши коллеги и товарищи. Помаши, хораша. Хороу, раша. Хороу, раша. На бамбуковой лестнице что там делают? Они плохо знают английский, поэтому мне не могут объяснить, чем занимаются. Но, видимо, что-то делают. Прокладка какого-нибудь кабеля. Там лежат кусачки, большие бокорезы. Что-то здесь, в общем, прокладывает. Таких светильников вы точно нигде не видели. В виде слоников. На хоботочке держится лампочка. И вот такая вот улица здесь есть. С интересными светильниками. Светильник с плафоном. Ну а тут, как всегда, в средине провода, увидел одно очень интересное явление, как электропроводка в дереве. В прямом смысле этого слова. Вот у нас стоит плафон с лампой. Здесь у нас вот заходит кабель в дерево. Опускается по... Сюда вниз, к основанию. А здесь стоит у нас распредкоробка. Ко я добраться не могу. Вид соединения и способ соединения проводов посмотреть не могу. Отвертку с собой не взял сюда. В общем, вот гофры приходят. И так идет от дерева к дереву. То есть вся аллейка сделана из таких вот сухих деревьев. Внутри тоже все интересно выполнено. У каждого номера стоит свой прибор учета. Вот номер, например, 503. У нас свой счетчик. Это роутер. Здесь свой счетчик. Свой счетчик тоже. Интересно, как в общагах у нас. Индукционный счетчик однофазный. Фаза 0 приходит. У них, кстати, видите, как фаза. Это используется черный проводник. Приходит на первую клемму. На вторую клемму у них приходит 0. Используется белый проводник. А третья клемма это 0. Белый проводник. У них 0 объединен на клемме 2.3. И уходит фаза с четвертой клеммы. То есть уже на потребителя. Счетчик тоже класс 1.0. И по 54. На ток 5-15 ампер. Внутри номера стоит два автомата. Оба на 20 ампер. Электродинамическая стойкость 1500 ампер. Так мало. Тип ТП-79. Автоматы стоят вот в таких боксах. Розетки имеют вот такой вот вид. Без проблем подходит хоть обычная вилка. Хоть евро вилка. Вот например фаза 0 и земля. Ну у нас другие вилки. Поэтому земля не используется в данном случае. Здесь же выключатель. Ушел по пути мимо. Увидел. Идет тут стройка. Вот такое помещение строят. И шел показать вам. О! Паук даже сидит в подрозетнике. Металлические подрозетники. Здесь идут закладные трубы. И поднимается вон туда в распред коробку. Дальше идет магистраль. Вот. Здесь заложена еще одна труба вертикальная. И здесь вот она также выведена. Также металлический квадратный подрозетник. Здесь аналогично. В общем за потолком спрятаны распред коробки. И здесь опять провод жесткий. Ну это два с половиной скорее всего. Да. А на земле на пое полторашка. Вот. Сдвоена розетка. Ничего не прогрошено. Тоже не прогрошено. Это вот соседнее помещение. Вон видно распределительные коробки. По диагонали прям проложены ПВХ трубы. А соединение сделано гибкими гофрошлангами. Шедевр защиты от влаги. Собственного исполнения. Собственного производства. Картон обмотанный изолентой. Около розетки. Оригинальное решение. Вот еще один шедевр тайской мысли. Класс защиты ИП-54. От дождя и снега. Вернее от дождя. Незамысловатая конструкция в виде бутылки. Установленная внутри розетки на три поста. Замечательно. Ну, в общем, как-то они все-таки умудряются здесь проводить какие-либо работы. Как на высокой части, так и на силовой части, так и на слаботочке. В принципе, вот по всему изложенному выше можно иметь хоть какое-то представление о том, как выполнена электрика в Таиланде. Как проводятся работы. И все в таком роде. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. В следующих видео будет уже видеоролики, которые непосредственно посвящены электрике нашего государства, нашей страны. В общем, с вами как всегда был Дмитрий. Я автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!